Уважаемые братья, уважаемые старшие и младшие жама этой мечети и города Хасайюрд. Я благодарю Всевышнего Аллаху Таала, что он дал нам возможность в таких домах Аллаха собираться, совершать намазы, читать проповеди и, естественно, служить Аллаху Таала с искренним, чистым намерением. Ибо любое деяние, в котором намерения нечистые, неискренние, Всевышний Аллаху Таала его не принимает. Вот мы, когда одеваем новую одежду, все же читаем дуа. Я благодарю Всевышнего Аллаха, который одел меня в эту одежду, в одежду, которая прикрывает мой аурат и которая украшает меня среди людей. Эту дуа мы читаем, когда одеваем одежду, и эта одежда прикрывает наше голое тело, аурат. За это мы благодарны Аллаху Субхану Таала. Точно так же, как одежда покрывает наше тело, наше аурат, наше тело покрывает наше намерение. Ибо намерение находится здесь, в сердце. И за это тоже мы благодарны Аллаху Субхану Таала. Если бы люди знали бы намерение друг друга, то нам было бы очень трудно жить. Поэтому мы намерение скрываем, и наше тело это от них, от посторонних глаз скрывает. Тоже милость Субхану Таала. И поэтому сегодня мы будем говорить об намерении. Об искренних намерениях, и особенно в намерениях в богослужении. А в ибадате, которые мы совершаем, следуя велению Всевышнего Аллаху Таала и хадисам Пророка, салли Аллаху, алейхи васалам. Вот мы каждый день читаем, что мы верим в то, что Аллаху Таала есть, что и ангелы, книги, пророки и судный день. Мы умрем, когда закончится наша жизнь, покинем этот мир и перейдем в загробный мир. И через определенное время мы будем воскресены и предстанем перед нашим Создателем, чтобы Он нас судил. Либо по своей милости Он нас помилует и отправит в рай, либо по своей справедливости может нас наказать. Из-за этого Его никто не укрепнет, потому что Он Создатель, а мы Его творим. Поэтому наша жизнь с момента рождения, даже не с момента рождения, а с момента, как оплодотворяется детеныш утрой матери, когда ребенок оплодотворяется, с этого момента начинается наша земная жизнь. Это путь, который мы должны пересекать, чтобы вернуться к своему Создателю, к Аллаху Субхану Ат-А'ля. Вот этот отрезок пути, именно с момента оплодотворения или же рождения и до последнего вздоха, вот за этот промежуток мы, вычитая, конечно же, нашу жизнь до совершенной лети, мы отвечаем перед нашим Создателем за те деяния и поступки, которые мы вот здесь, в этом жизни сделали. На самом деле, эта жизнь, это как бы место, куда Аллаху Тала нас отправил до испытания. Для испытания, как мы будем слушаться Его повеления. Он же сказал, что нас сотворил ради поклонения. Он нас сотворил и нас, и джиннов, и людей, и джиннов, чтобы мы Ему служили, поклонялись. И этот мир, это место, где Он нас испытывает. Имтихан, для этого. И человек, на самом деле, когда мы говорим человек, человек ответственен, человек верит, человек служит. Когда мы говорим человек, там не подразумевается наше тело. Это не этот человек, потому что со смертью наше тело разлагается, но человек остается. Человек – это душа человека, это его сущность. Ихай, имам Газали, когда салу сиро, он говорит, что вот эта сущность, его называют по-разному. Называют его сердцем, рухом, нафсом, аклю. Вот эти четыре названия – это название именно одной сущности. Это то, что Аллаху Таалла вселяет в наше тело. А наше тело для этого руха, для этого акля, для этого сердца, для этого нафса подобно, как то средство передвижения по этому пути. То есть с момента выхода в этот свет и до последнего вздоха наше сердце, наша сущность, она вот в этом теле живет, вот в этом теле она передвигается, используя это тело как средство для существования в этом мире. Поэтому это тело, как мы уже говорили, он скрывает нашу душу, наше сердце. И когда мы говорим сердце, мы не подразумеваем вот это сердце, которое здесь качает кровь, насос. Не об этом мы говорим. Сердце – это наш дух, что ли, наша душа, что ли. То, что Аллаху Таалла вот к нему обращается. Когда он говорит, я июх ладина аману, о верующие люди, Аллаху Таалла обращается именно к этому сердцу. Когда Аллаху Таалла говорит, исполняйте мои предписания, или же остерегайтесь моих запретов, или же вас ожидает награда, или же вас ожидает наказание, вот эти все обращения Аллаху Субханного Таала обращаются именно к сердцу. Поэтому пророк А.С. сказал в хадисе, Аллаху Таалла не смотрит на ваши тела, на вашу одежду, или же на ваши поступки, которые вы делаете своим телом. То есть не только это важно. Аллаху Таалла, янзру иля кулубикум амаликум, он смотрит на ваши сердца, потому что сердце это место, которое поклоняется Аллаху Таалле. Вот что там находится, какое там намерение, с какими целями мы делаем тот или иной ибадат, вот на это Аллаху Таалла смотрит, и за это Аллаху Таалла либо вознаграждает, либо же наказывает. «Иннамал амалу бнияты ва иннамал кулимр инманава» хадис пророка А.С. тоже об этом гласит. «Иннамал амалу бнияты» наши деяния, Аллаху Таалла их принимает, либо они считаются исполненными в соответствии с нашими намерениями. То есть, если твой ибадат ты совершаешь ради довольства саивишну Аллаху Таалла, если ты не преследуешь этими ибадатами какие-то цели, свои личные выгоды, какие-то прихоти твоего унапса, тогда они принимаются. А если ты, о, инсан, совершаешь то или иное богослужение ради каких-то целей своих личных выгод, то, соответственно, ты за эту награду не получишь. Эти деяния тебя к Аллаху Субхану Таалла не приближают. Даже наоборот, за это тебя могут наказать. Потому что от нас Аллаху Таалла требует, чтобы мы поклонялись истинно, ради Него. А если мы поклоняемся с другими целями, естественно, это будет «ширкун хафиюн». Это скрытый «ширк». Аллаху Таалла от прорублакосу Аллаху Аллаху Саламу, чтобы этих арабов, которые поклонялись идолам, отказались от поклонения идолам и поклонялись Аллаху Таалла Субхану Таалла, одному Аллаху. После этого человек стал муэмином, верующим, но, тем не менее, он совершает арабадат не ради Аллаха, а ради того, чтобы говорили, что он такой богобоязненный, или что он такой хороший, или чтобы говорили, что он мурид, или говорили, что он алим, или говорили, что он благонравный человек, чтобы люди о нем так говорили. Либо же люди, думая, что он хороший, оказывали ему почести, какие-то ему услуги оказывали, или же дарили ему свое имущество. Получается, он в поклонение Аллаху Таалла добавил другую цель. Получается, он «ширк» делает. То есть совмещает с Аллахом другого, что-либо, да? Поэтому Аллаху Таалла их не принимает. Вот, возвращаясь к нашему сердцу, как уже было сказано, имам Ахазали, я цитирую, не цитирую его, смысл говорю. Имам Ахазали говорит, что наше тело для нашего сердца является средством передвижения. Это сердце познает Аллаху Таалла. Это сердце приближается к нему. Это сердце, вот, получает от Аллаха, Аллаху Таалла знания, которые он получает. Есть знания, которые человек получает из книги, есть знания, которые человек получает от встающей Аллаху Тааллы, без посредника, называется Вот сердце, он есть основа всего. Поэтому от нас шария требует, чтобы мы уделяли внимание очищению сердца от вот этих целей разных. Их называют духовными болезнями, болезнями сердца, сердечными пороками. Их можно назвать как угодно, но главная цель, для того, чтобы намерения наши были чистыми, необходимо, чтобы сердце тоже было чистым от этих пороков. Пророк, Аллаху Таалла указал на главную такую болезнь, или же так, главную такую основу всех грехов. Он сказал, Аллаху Таалла, Любовь к мирскому является основой всех грехов. То есть, когда человек возлюбил мирское, ради достижения мирских целей, он готов на любые грехи. Пусть они будут совершаемы телом, пусть они будут совершаемы сердцем. То есть, основой всех грехов является любовь к мирскому. Поэтому, если мы наше сердце не очистим, мы не можем познать истину от лжи, не можем познавать нужные цели от ненужных, мы не можем служить искренне, а наоборот, в наше служение добавляются какие-то, которые не соответствуют их ляцу вещи. Это одно. Второе. Вот когда мы говорим, человек, ну, когда мы видим, что человек делает либо какой-то рибодат, либо человек делает какой-то грех, например, человек кого-то оскорбляет, на кого-то наезжает, либо наоборот, он проявляет милосердие к людям, ведет себя так, ну, мягко, да, это все означает, то есть, это все отражает состояние его сердца. Это что означает? Вот, например, если в сосуде какая-то жидкость, вино, к примеру, из этого сосуда что выльется? Вино же? Либо в сосуде находится молоко, оттуда выльется молоко, чистая вода, чистая вода, то есть, что у нас в сердце, то и отражается на нашем теле, это все взаимосвязано. Поэтому, вот поэтому, шариат от нас требует, чтобы мы работали над очищением сердца, чтобы наше сердце было, вот этих пороков, здоровым, чистым. Вот, охляг и нравы, тоже это все отражение нашего сердца. Охляг и не на теле бывают, а в сердце. Когда у тебя в сердце обладает нрав скупости, твое тело тоже, соответственно, ему трудно вытащить из кармана рубль, не может давать, потому что у тебя сердце скупое. А если у тебя сердце шедрое, то тебя никакого труда не заставляет вытащить из кармана все, что там находится. Или же, если у тебя в сердце милость к людям, то ты, твои поведения соответствующие будут, помогать будешь людям, будешь их уважать, будешь находиться рядом, когда они в тебе нуждаются. В общем, вот это сердце, главный наш орган или там основа нашего человеческого естества, существа, от которого зависит все наше деяние, все наши деяния. Вот эти духовные болезни, о которых мы говорим, это какие болезни? Это первое, что мы сказали, это любовь к мирскому. На этой болезни растут остальные тоже. Это основа. Вот, например, человек показывает, для чего делает, для чего он показывает людям, что он хороший человек, чтобы его уважали. А уважение, когда его уважают, они его просьбы выполняют. Когда он нуждается в каких-то материальных благах, они ему дают. Богатые люди готовы, некоторым, да, некоторые богатые люди готовы таким праведным людям помогать. Поэтому, видя все это, человек, у которого сердце обладает любовь к мирскому, он старается показать себя с хорошей стороны. Это вроде бы хорошо с внешней, но за это Аллаху Талли его не будет награждать, наоборот, будет наказывать. Вот это то же самое желание авторитета, желание, чтобы о нем везде услышали. Это для чего делается? То же самое, для того, чтобы его мирские цели исполнялись. То же самое, киберу, ты высокомерен над другими людьми. Для чего делается? Чтобы перед другими ты стал выше этого. Раз ты выше, ты достоин их нового внимания. Если мы будем изучать отдельно взятый каждый вот этот порог, духовный порог, окажется, что это все исходит из-за любви к мирскому. Поэтому пророк, когда он своим мудрым извращением, сказал, основа всех грехов это любовь к мирскому. Вот то, что мы говорили насчет очищения сердца. Аллаху Таалу Кур'ану говорит об этом бисмилля рахман рахим это Аллаху Таалу Кур'ану нам указал важность очищения сердца. Он сказал то есть сегодня день спасется тот кто очистил свое сердце от явного ширка многобожия или же внутреннего скрытного ширка как рия показуха само мнение о себе хорошее следование своим страстям вот эти все вот эти разновидности ширка как говорят ширкун хафиим бывает ширкун джалиим бывает если человек очищает себя свое сердце от этих пороков воистина он спасется а если человек оставляет без внимания свое сердце не заботясь о его здоровье он проиграл он не достигает счастья в Ахирате посмотрите братья Аллаху Таалу который сотворил нас наши сердца он же лучше знает что для Ахирата хорошо а что для него плохо поэтому спасется человек который очистил свое сердце либо Аллаху Таала очистил его сердце когда он сам это выщит Аллаху Таала же для того чтобы очищать сердце от нас тоже должны быть какие-то мероприятия шаги в это направление поэтому это говорит сплощается человек у которого Аллаху Таала очистил сердце а Аллаху Таала когда очищает когда раб старается в этом направлении если он ничего не делает если ребенок не плачет мама же ему не дает кормиться молоко не дает ребенок должен плакать когда он плачет мама его кормит то же самое когда раб старается над очищением своего сердца Аллаху Таала ему в этом помогает и когда Аллаху Таала ему помогает он спасается и внук Катире тоже этот аят так комментируется аят ахара нафсаху минал ахляг радирати аят спящется человек который очищает свое сердце от плохих нравов от плохих качеств он тоже говорит это качество сердца и который последовал за пророком его призывы то есть спасение преуспевание напрямую зависит от нашего старания очищения сердца наших сердец второе еще один аят он знает что он в суден предстанет перед священным а там Аллаху Таала там на наши тела не смотрит он же сердце смотрит и когда мы убеждены верим что Аллаху Таала раскрывает то что в сердцах мы боимся предстать перед ними из-за этого страха раз он боится Аллаху Таала что он раскроет он удерживает свое сердце от исполнения его прихоти а вот что такое это что желает твой эго и если ты боишься что предстанешь перед Аллаху Таала и он может раскрыть твои вот эти все намерения твои внутренние болезни соответственно за это наказать и ты боишься за это боясь за это ты удерживаешь в этом мире свой нафс от его прихоти посмотрите для этого человека обители будет рай то есть для того чтобы человек попал рай и там это было обителем необходимо чтобы он свой нафс удержал от его прихоти то есть нельзя человеку быть подобно скотине который пасется на пастбище он пожелал кушать кушать пожелал пить пьет пожелал совокуплять совокуплять и все на этом его жизнь завершается таким таким быть человек не стоит он должен если он хочет если он боится что он его раскроет сегодня и из-за этого страха он удерживает себя от страстей его обителем делает рай далее сейчас мы рассказываем приводим аят в которых говорится о важности очищения сердца в судный день нам не помогут ни наше имущество ни наше богатство даже если богатство будет полным золотом этой земли он нам не поможет наши дети родня близкие друзья тоже не помогут там кроме человек который пришел к Аллаху с чистым здоровым сердцем это вот это насос не об этом речь он со смертью останавливается не останавливается со смертью наше сердце вот эта духовная сущность если мы очистили свое сердце в этом мире и мы пришли к Аллаху с здоровым чистым сердцем Аллаху этому человеку поможет то есть для него помощник он найдет начиная с пророка пророк ему свой шафат окажет потом после пророка шафат будут улема и шахиды из-за родителей дети будут вознаграждены уже это потом если ты пришел с чистым сердцем это говорит когда даже твои дети не помогают когда даже столько золота не помогают остальное тем более не поможет поэтому поэтому наши деяния какими бы они большими не были какими они многочисленными не были в суде они могут ничего не стоить есть другой хадис которым говорится об ахляках проначив нравах пророк спрашивает это известный вы наверное много раз услышали это хадис тем не менее он очень важный знаете ли вы кто из моей умы считается является банкротом муфлис банкрот они говорят среди нас банкротом считается тот у кого ну кармане пусто ничего нет у него он говорит нет этот банкрот тот кто приходит в суд день с огромными такими как горы благими деяниями намаз пост закат джихад все что угодно у него есть много много и потом он представлен перед всевышним из-за того что у него сердца чисто не было он здесь в этом мире кого-то оскорляет кого-то обзывает кого-то бьет у кого-то он кровь проливает то есть у него здесь много должников из-за его нечистого сердца из-за его плохого нрава но здесь он отделался как-то да или там прилег имама там масла сделал или там судебу купил да здесь он как-то спасся но там же не спасешься поэтому там надо за каждую твой мелочь отвечать и эти должники приходят окружают его начинает раздавать Аллаху начнет раздавать его благие деяния этому за оскорбление тому за унижение третьему за за то что он ударил и так и так все раздают вот эти горы заканчиваются но должников еще много он же это точнее там ну если человек 70 лет живет 15-минус это будет 55 лет да он же многое успеет делать если сердце чистой должников очень много бывает и после этого начинают их грехи ему давать замен это воскрепление и уже скоро вместо этих гор благих деяний у него собираются горы грехов и с этими горами грехов его отправляют в ад вот этот человек говорит является банкротом это результат чего результат того что он в этом мире над своим сердцем не работал не старался его очищать не старался его оздоровлять вот поэтому если мы хотим чтобы мы спаслись сегодня день чтобы Аллах сделал для нас нашим домом рай необходимо стараться над улучшением сердца далее а как его улучшать вопрос говорите легко но надо же делать джихад мы в наше время слышим часто слово джихад джихад есть в исламе Аллах сделал фарзом для каждого мусульманина в какой-то мере в каких-то условиях каких-то обстоятельствах джихад есть двух видов джихад большой и маленький маленьким считается джихад когда исламское государство подвергается опасности нападению со стороны врагов и мы обязаны защищаться это считается маленьким джихадом это джихад есть исламское государство его условия это все в книгах написано и это не является фарзу луин как намаз намаз является фарзу луин каждый мусульман обязан совершать каждый мусульман несмотря на состояние здоровья пока он у себя в уме а джихад маленький он является обязательностью определенного количества людей которые достаточны для этого есть второе джихад джихад его называют джихад большой джихад это джихад Газали говорит это почему его джихад называют большим это джихад который человек делает против своего навса против страстей у тебя сердце здесь бойня Джамбайка он здесь находится не где-то там а его страсти нескончаемые научные шайтаны нескончаемые вот эти которые тебя окружают внутренние враги они все время действуют поэтому тебе надо с ними бороться постоянно до самой смерти поэтому его называют джихад акбар большой джихад и поэтому вот этот большой джихад является обязанностью каждого человека мусульманина потому что он должен чтобы спасаться он должен свой навс очищать когда мы говорим навс сердце рух это мы подразумеваем вот это духовная сущность человека и вот поэтому джихад это джихад который человек совершает против своего навса своего эго своих страстей прихотей вот этот джихад он заканчивается кроме со смертью аль-муджахиду ман-джахида нафсаху фидзат илляхи субханава вот этот хадис мы находим и в ихиа и в многих таких книгах они это приводят и они говорят что надо бороться против своего нас делать джихад сейчас я приведу из книги которые признают некоторые представители мусульман фатау ибн таймия вот он тоже говорит пророк в этом хадисе повелевает мусульманину делать джихад как ты должен бороться с человеком который призывает грехам который распространяет грехи точно так же ты должен бороться с твоим нафсом почему потому что твой нафс тебя призывает к таким же грехам человек больше нуждается в борьбе со своим нафсом чем с борьбой со внешним врагом почему борьба со своим нафсом является обязанность каждого человека а тот джихад в общем фальз кифаят в общем вот это хадис призывает чтобы мы боролись против своего нафса теперь третий вопрос мы уже из этих выше перечисленных аятов хадисов поняли что мы должны стараться очищать свой нафс от болезни так мы знали что необходимо вести джихад против нафса а как это вести вот это уже третий вопрос хадисы пророка салли аллаху алей асалям мы это все знаем есть такой хадис когда пришел ангел джабраил и спросил об исламе об имане об исламе и об иссане иман это вера все эти арканы имана ислам это исполнение всех противостоян и шариата и иссан это совершение богослужения с чистым намерением искренностью и хлясом вот когда человек совершает ибадат и хлясом вот мы очень многие здесь водители водим машину и мы когда едем замечаем перед собой знак ограничение скорости 60 км в час мы тормозиваем не все не всегда а когда под этим знаком еще знак камеры и остановляется машина бросаем скорость почему потому что мы знаем там стоит камера которая за нами следит и нас фиксирует нашу скорость то есть когда ты чувствуешь за собой наблюдение что твои действия будут фиксированы и за это ты будешь наказан естественно человек следует этим указаниям вот это пример водителя очень такой как бы для всех понятный то же самое ихсан то есть ты все время чувствуешь за собой наблюдение чувствуешь все время за собой взор всевышнего тала вот это самый действенный инструмент имам казали говорит когда для сердца этот зикру подобный зикру как бы наждачка что ли или там бумага для полировки когда какое-то железо там заржавело необходимо чтобы его очищали шлифочной машиной или там абразивным материалом каким-то материалом да и когда мы его чистим потихоньку слой за слоем вот эта ржавчина уходит вот это на этом металле образуется блеск и там отражается свет то есть для того чтобы сердце вот этот металл вернулся его первозданное состояние необходимо наждачкой ее отшлифовать вот точно такое же действие оказывает зикру на наше сердце зикру его очищает когда человек совершает грех это же грех совершает сердце не тело тело совершает уже сердце находится когда сердце совершает грех когда человек совершает грех у него на сердце вот этот грех оставляет какой-то осадок и с каждым новым грехом вот этот осадок утолщается увеличивается толщина и он закрывает сердце и сердце перестает видеть истину перестает бояться Аллаху Таала забывает что за ними следит Всевышний Аллаху Таала поэтому вот это сердце необходимо оттуда вот этот ран вот эту муть убрать поэтому Аллахи Салтан сказал когда ты совершаешь грех за ним сразу же совершай добро хорошее дело для того чтобы хорошее дело очистило твое сердце остаток вот этого греха и самым лучшим является зигфру Хазали так говорить поэтому дорогие братья для того чтобы наше сердце очистилось от плохих нравов для того чтобы мы оздоровили свое сердце и за здоровым чистым сердцем пришли в Ахират и Аллаху Таала нас поселил в рай необходимо нам работать над очищением сердца и для этого самый лучший инструмент это зигфру чем больше ты его зигфру делаешь тем больше он очищается вот если ты все время думаешь об гаишниках водитель он же нарушать не будет вот за поворотом гаишник вот за этим деревом гаишник за тем кустом его радар ты же не будешь грешить то есть нарушать точно так же когда ты все говоришь сердцем не языком только когда у тебя сердце думает об Аллаху Таала естественно ты не будешь делать то что он тебе запретил ты не будешь переходить эти знаки которые он нам для нас поставил вот поэтому самый лучший способ для того чтобы мы очищали свое сердце является дикру почему дикру почему не намаз почему не пост потому что вот этот намаз вот этот пост без дикру они не столь эффективны сколько бы ты не совершал намаз если во время намаза ты думаешь об Дуниале о твоем бизнесе о твоем огороде о твоей жене первое первое второе третье четвертое за это время твой намаз проходит зря ты за это не получаешь вот этот эффект очищения без дикра даже намаз не дает те плоды которые от него мы ожидаем поэтому самый лучший инструмент это дикру и естественно раз мы коснулись дикра для того чтобы человек делал дикру ему необходима помощь о джихад о котором мы говорили джихад же не один человек совершает с врагом же не один воюет правильно там бывает войска бывают командиры бывают главнокомандующие целая система бывает там а в этом джихаде тоже тебе необходимо о мусульман о человек необходим такой же помощь такой же помощник такой же предводитель такой же далиль который тебе поведет в этом джихаде. Назови его как угодно, но он нужен. Вот я на днях читал, Саиху Ахады пишет, если зададут вопросом, раз в Уране в Хадисе все сказано, об этом все сказано, зачем нужен Муршид, Далиль, который тебе помогает, разве ты сам не можешь, раз там все написано. Правильный же вопрос? Урани все есть, в Хадисе все есть, книга написана, зачем еще нужен тебе Далиль? Он говорит, правильный вопрос, говорит он, я тебе отвечу, говорит он, если человек прочитал там много книг по медицине, он узнал, какие бывают лекарства, какие бывают разновидности этих составов, но он не знает состояние человека больного или даже своего, там было четыре разные состояния человека, холодный, теплый, влажный, там сухой состояние, не зная все это, не зная именно какому состоянию, какое лекарство необходимо, да, он начнет лечить себя, он же себя погубит. А если он пойдет к врачу, который это все изучил, у учителя учился, это все испытал и на себе, и на других, имеет опыт, у тебя же больше шансов выздороветь. Вот точно также из этого Курана, из этого Хадиса, знающие люди тебе дадут именно то, что тебе в данное время полезно, необходимо. То есть у тебя путь укорачивается, у тебя работа уменьшается, у тебя шансы увеличиваются. Поэтому в этом пути, в этом джихаде для мусульманина очень желательно, даже можно сказать, необходимо, чтобы рядом с ним была помощь, которая его направит, которая поддерживает, которая ему укажет правильный путь, и этот путь можно назвать по-разному. Мы не будем удалять этот урок, потому что чем, когда больше, когда долго говоришь, это все надоедает. Завершая, делая ахирь, мы так скажем, необходимо, чтобы человек в этом мире понимал, для чего он пришел в этот мир. Он пришел, чтобы подготовиться для ахирата. Он здесь запасается, он здесь для себя пропитание провидий готовит для ахирата. И все его стремления, все его старания должны быть в этом направлении. Ибо если он покинет этот мир, да упасет Аллаху от этого без веры, в неверие, все ему уже никакого счастья не светится. Саид Афан Ахазасалу Сируху приводил для этого один пример. Если человек, вы тоже на прочителях в книгах некоторые, если человек совершил какой-то грех и пристал перед судом, его очень тяжелый грех, да, и если суд рассмотрит его дело и вынесет ему приговор смертный, вынес ему смертный приговор, все уже, спасения нету. А если они ему вынесут приговор 25 лет тюрьмы, он же хоть через 25 лет спасется, выйдет оттуда. То же самое, если мы, не дай Аллаху та Аллаху умрем без веры, если у нас последний вздох будет без имана, как будто бы нам вынесли смертный приговор, то все, что было до этого, даже какие были хорошие деяния, это все, хаба-ун-манфур, без никакой пользы. А если мы умрем с верой, то даже если наши грехи большие, Аллаху та Аллаху либо нас по своей милости сразу прощает, либо по своей справедливости как-то наказывает, очищает от этих грехов, в конце концов мы оттуда выйдем. Поэтому мы здесь должны стараться, чтобы у нас последний вздох был ла-иляха-илля-ллах. А для этого надо стараться. Человек умирает, делая то, что делал он в течение всей своей жизни. Чем занимался человек в течение своей жизни? Он с этим и умрет. А как он умрет, с этим и воскреснет. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш последний вздох был ла-иляха-илля-ллах, нам необходимо в течение этой жизни много говорить эти калиматы, много делать зикру, чтобы мы в последнем вздохе именно об этом вспомнили, а не деньги, жены и так далее. Дай Аллаху та Аллаху нам понимать смысл этой жизни, постараться, чтобы наша жизнь проходила таким образом, чтобы Аллаху та Аллаху нам был доволен и здесь, и чтобы мы в сегодняшний день попали в число тех, которыми мы доволен все очень Аллаху та Аллаху, и он делает для нас, обители, свой дом-рай с довольством своим. Дай Аллаху та Аллаху нам нашим больным здоровьем, нашим здоровьем таубу, чтобы наши ушедшие от нас, Аллаху та Аллаху простил их грехи и делал их могилы садами райскими. Пусть Аллаху та Аллах уберегает Алистан и все мусульманские страны от бед, незгод, от природных катаклизмов, от всех других бед, и чтобы Аллаху та Аллаху защитил нас, наших муршидов, наших алимов, всех мусульман от бед обеих миров. Если я много говорил, вам надоел, прошу меня за это простить. Если мой русский язык был вам непонятен, тоже прошу прощения, я сельский человек, и мой язык не такой русский, как все понимают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok